Продолжение следует... 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 святым Богом. Если мы читаем в Ветхом Завете, там много описано Аньца. Когда люди грешили, они приносили к священникам это Аньец, которого приносили на жертву, на очищение этих людей от грехов. В Новом Завете мы знаем, Иисус Христос пришел на эту землю, как Аньец, и умер на Голгофском Кресте. Да, можно сразу подумать. Иисус Христос. Вы много о Нем слышали, но вы о Нем, на жаль, по-другому немножко думаете. Давайте посмотрим об Иисусе Христа на несколько минут. Иисус Христос родился от Деви Марии. Через Духа Святого пришел на эту землю. Это одно из больших говорит, что Он пришел от Бога. Потом мы знаем, сколько много чудес сделал Иисус на земле. Чудес, которые люди не могут делать. Это еще раз говорит о том, что Он пришел от Бога. Мы знаем все, что Он говорил. Он говорил себе, что Он пришел от Бога. Он говорил, что Он умрет и воскреснет. И все, что Он говорил, что умрет, и Он умер, и воскрес, и вознесся на небо. Он еще говорил, Я есть путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу только через Меня. Это важно подумать на этих словах. Если мы верим, что Иисус то, кого Бог послал, и Он от Бога, если Он сказал, что Он есть путь, истина и жизнь, значит, мы должны верить этим словам. Если мы не верим всем, что говорит Иисус о себе, значит, мы можем думать, это был обманщик, он не пришел от Бога, он не может быть Божьим Сыном. Надо сегодня тебе, кто слушает, смотрит это видео, задать себе вопрос, кто такой Иисус является для тебя? Он является к том, как Он говорил о себе, или Он не может быть, что Он был хорошим человеком, что был Он пророком, и на этом все. Он или должен быть истинным Божьим Сыном, или Он должен быть обманщиком, который говорил, любите врагов ваших, который говорит, не обманывайте, а Сам такое делал. Да, я скажу за себя, я веру, что Иисус Христос был Божьим Сыном, я доверился Ему. Я склонился, попросил Его прощения, и Он обмыл меня Святой кровью, кровью Мои грехи. И я в глазах Божьих Святой Человек, представить себя, Святой Человек, каждый день падаю, согрешаю, потому что Иисус Христов взял вину свою, за меня, на свой грех, на себя, и Он умер на Голгофском Христе. И когда я попаду на небо, Бог меня примет свои объятия, потому что кто-то был, который взял вину, мой грех, на себя, это Иисус Христос. Другой друг, это все вопросы становятся второстепенны до тех пор, когда вы не решите этот вопрос, кто является для вас Иисус Христос. Он не был просто пророк, Он был или Бог, или Он был обманщиком. Все говорится, что Он был Бог. Если Он был Бог, все что Он делал, это является истиной. Если Он сказал, что через Него только на небо можно прийти, значит это так, значит вам нужно сделать все, чтобы прийти на небо. Другого пути нет на небо. Наши дела хорошие, очень маленькие, мы не придем на небо никак, потому что столько много мы сделали грехов каждый человек. Если у тебя нету этой веры Иисуса Христа, другой друг, я тебе посоветовал читать Библию. Самое легче для новых людей, которые читают Библию, начать Иоанн Лето Иоанн. Иоанн был любимым другом Иисуса Христа. Иисус Христос его любил, он был любимым учеником, Иисус его любил, самый Больший. Это Иоанн, это один, который умел не мунической смерти. Он очень много описывает в Иисусе Христе, который тебе нужно почитать. Я тебе советую читать, когда будешь читать, молись, Бог мой, который я тебе веру, дай мне мудрости узнать, что ты хочешь этим сказать, дай мне глаза открыть, твои истины увидеть, чтобы узнать точности о том, кто таки является Иисус Христос, который о нем кто-то говорил и о том говорится про него Божий слуга Иоанн через Духа Святого. Пусть тебе Бог благословит, это мое пожелание, что я хотел сказать, дорогой друг, это самое важное, кто за тебя платит грехи, понесет вину твою перед Богом, потому что Бог не может жить, и мы не можем жить Святым Богом, если у нас грехи. Благодарю за то, что ты послушал меня внимательно, так уж всех, кто слушали это видео, смотрят, пусть сейчас Бог благословит, и Бог будет прославлен через вашу жизнь, если вы еще не примирились с Иисусом Христом, для вас есть время это сделать прямо сейчас, сегодня. Аминь. Субтитры